Доброе утро, мой хороший, всем огромный пламя, итальянский, чао, охрипло с утра. Только что отвезла Никиту, и у меня 5 минут свободного времени. Ищу свой телефон, чтобы посмотреть на время, я говорю по телефону. Ладно, у меня есть 5 минут свободного времени, я пойду быстренько поработаю, полчасика, и наконец-то поеду в свой спортивный клуб, приготовила сзади сумку большую. Наконец-то, наконец-то, я так редко в последнее время хожу в спортивный клуб, это безобразие какое-то. Ну вот, благо сегодня погода никакая, в Борисе и Поле я не пойду, у меня до обеда есть свободное время, я пойду уже наконец-то в спортивный клуб, тем более сегодня классная гимнастика будет, вот с этим большим мячом, она мне почему очень нравится, потому что там такое потовыделение идет конкретное, там такое напряжение всех мышц идет конкретно, нам не очень нравится гимнастика. Эта гимнастика, она начинается поздновато, где-то полодинства, вот до полодинства я сама позанимаюсь, а полодинства пойду на эту гимнастику, так что я, скорее всего, домой попаду аж после 12, но ничего, я не умру с голоду. И потом немножко отдохнуть, и надо будет пойти снова поработать, снова Тамару выгулять и на похороны. И, скорее всего, я сегодня, как говорила вчера, перед похоронами в последний раз увижу Тамару, ну, в смысле, буду с ней гулять в последний раз. Вот смотрите, я взяла печенье из дома, потому что всегда я ей брала печенье у них, дома было одно печенье, я постоянно брала одно печенье, когда я с ней гуляла, ей добавила печенье, она его очень любила. И потом, как сеньор умер, не знаю, печенье закончилось, и некому купить это печенье, почему-то сыновья не покупает это печенье, вот, другое печенье она не хочет. А я вчера, когда гуляла с ней днём, я взяла это печенье, ей так понравилось, оно именно диетическое печенье, оно такое, в общем, не для потолстения, вот. Ей оно понравилось, оно действительно сладенькое немножко и хрустящее, и всё. И вчера вечером я забыла с собой взять это печенье, и она так на меня смотрела, ждала, когда ей дам нормальное печенье, бедное, что мне так жалко её, действительно. В общем, сейчас взяла, и потом в обед ещё возьму это печенье снова. Ну, в общем, такие сегодня, вот, сегодня, как говорится, день печальный, сегодня будет похороны сеньора, и прощание, можно так сказать, с Тамарой, и сегодня и погода, вон, какая печальная, сегодня обещают дожди, где-то через 2-3 часа начнутся дожди, пока, пока нет, ну, ладненько, сейчас пойду уже, наверное. Ай, салюта, салюта, ай, салюта, салюта, ай, ты моя девочка хорошая. Вон, видите, как она нюхает этот ошейник, шугается. Ты моя сладкая девочка такая, да, прогуляемся. Сейчас, 7-7 откроется, 7-7 откроется, скажи. Тамара, скажи, 7-7 откройся, Тамара, скажи, 7-7 откройся, и открывается. О, наконец-то, оделась тёпленько, всё, наконец-то, сейчас буду согреваться. Сейчас пообедаю, кстати, выпью таблетку, снова у меня голова болит. Так она занималась, классно, спортно, вообще здоровски было. На моей мышце, как говорится, ещё не, как это, не забыли эту гимнастику, потому что это действительно тяжёлая гимнастика с этим большим мячом. Там так напрягаются мышцы конкретно. Ну, самое главное, я сделала, я смогла. Ну, скорее всего, у меня завтра снова будет мышца болеть. Ну, что теперь делать? Надо снова приходить в норму. Потому что я, я говорю, я уже две недели пропустила именно эту гимнастику. Вот. Я только вышла, опять была полная развалка, была детей. Мне пришлось подождать. Я там подождала немножко, приняла дождь, потом снова подождала, когда они все уйдут, чтобы уже нормально одеться. Потому что в прошлый раз, я помню, какой дурдом был, я не могла не одеться, не высушить волосы нормально. Хотя сейчас я высушила волосы, и что толку? Я только вышла на улицу, у нас такой ливень. Хотя у меня зонтик с собой был. Дело в том, что я без куртки, только теплая кофта. Вот. Ну, она мне согревала, конечно, не сильно холодно. Но все равно такая сырость, и этот ветер, и дождь. Сейчас чихну. Точно. Будь здорово, спасибо. О, слава богу. У меня почему, слава богу? Потому что, когда два раза чихаю, значит, нормально. Значит, не заболело, это нормально. А когда один раз чихаю, или три раза чихаю, то, значит, заболело, просадилась. Но самое главное, чтобы я не просадилась, действительно. Такой ливень был, что прямо... Смотрите, все волосы такие вот сырые. Потому что то я без зонта, то с зонтом, то ветер этот. В общем, все равно. Ну, в общем, все. Голодная. Сейчас быстро пообедаю. И, наверное, поеду за Никитой, заберу его. Потому что такой ливень у нас конкретный. А у него аж и дзайна тяжелая, и спортивная сумка. Заберу его домой. Как только привезу домой, сразу пойду, выгулю эту Тамару. Вот. И потом сразу на похороны. Сегодня такой день печальный, действительно. Наверное, придут почти все собаководы нашего района, у кого есть собак. Потому что все знают прекрасно Тамару, когда видят меня с ней. Это Тамара, Тамара. Все переживают за хозяина. Переживали. Вот. Так что, не знаю, сколько там народу будет. Но я, если получится, я, наверное, там поснимаю немножко. Включи телефон. Смотрите, что творится. Зонт. Дождь. Жду Никиту. А там парень бедный в шортиках приехал на велосипеде. Вот он. То ли пристегивает, то ли отстегивает велосипед. Такой дождь. И без куртки. Только мастерка с капюшоном. Или темнокожий парень, или девушка. Что-то ноги какие-то темненькие. Как по-вашему. Вот такой вот у нас дождь. Немножко окна, стекла запотелить. Потому что я теплый воздух включила. Прохладненько у нас. О, Тамарочка. Последний раз с тобой гуляем. Ну вот, смотрите, там уже на кизе поставили. Установили эти цветы. И всякие вот эти тумбочки. Где люди пишут. Пишут от себя. От своего имени. И Тамара пошла провожать. Не, не, подождите. Тамара, пьяни, пьяни, пьяни. Видите, повесили. Через полтора часа будет тут панихида. Я уже только что видела. Мы только отошли от дома. А к дому подъехали две машины. Именно эти машины. Похоронные как бы. Тамара. Вот. Сейчас его заберут тело. И привезут сюда, в кизу. И через полтора часа начнутся похороны. Я, конечно, приду сейчас с Тамарой погуляю. Потом отведу ее назад домой. Вот так вот, в такой дождь. Под зонтиком. Пошли с Тамарой в последний путь гулять. Не, не последний путь. А в последний раз гулять. Ну, я уже говорила. Может быть, вечером сегодня я еще ее увижу. Потому что эти сыновья только что сказали, что там насчет работы надо будет поговорить. Я говорю, давайте вечером. Хорошо, вечером. В общем, сейчас погуляем. Девочка моя. Мы с Тамарой вернулись. Только что поехали первые ребята с похоронной службы. Сейчас еще другие. Вон машина проехала. Сейчас еще другие ребята зайдут. Ведь тут оборудование какое-то. Сейчас я подожду и тоже поеду. Только что вернулась. Короче, погуляли с Тамарой. И как раз эти вот ребята с похоронной службы, они не знали, как зайти. В общем, вызвали лифт. И приехал на лифте этот старший сын за ними. А я говорю, у меня есть ключи. А, ну хорошо. И там сказали ребята другому, который остался снаружи. Ты, говорит, подожди другого и поедешь с девушкой. У нее есть ключи. В общем, подождали бы того другого. Вот. Я едем на лифте. Я говорю, я просто сделаю инкомпликт. Какие вы все высокие. Действительно, они там в похоронной службе. Вот такие вот высокие. Вот я насколько высокие. Они там вообще все такие высокие. Они, о, спасибо. Типа. И он мне говорит, пожалуйста. На русском. Ну, такой, на коверковом русском. Я говорю, надо играть не пожалуйста. Я говорю, спасибо. А, спасибо. Я говорю, я перепутал. Я говорю, спасибо. Пожалуйста. Это значит, типа, прегу там все такое. И он, типа, сестра, брат. Я говорю, да, сестра. Он как-то на ломаном русском говорил. Сестра, да, сурела, брат, фрателла. Он, о, типа, молодец. Я говорю, да, молодец. Такой высокий, блин, интересный. Забыла спросить, откуда он знает русский. Ну, да ладно. В общем, мне осталось меньше часа. Я сейчас пойду полежу немножко. Я не знаю, таблики не помогают. У меня вот эта вот итальянская дебильная болезнь. Червякали, блин, болит. Йоколамане. Как это по-русски? Позвоночник. В общем, сейчас полежу. Может быть, отойдет немножко. Потому что уже на похорню тоже пойду в Кезу. Съезжу. Легла прелечь. Так болит сзади башка. Ёлки-палки вот это червякали. Девчонки-тленки, помогите. Как вы справляетесь, когда у вас червякали? Что вы принимаете? В общем, похороны прошли. Ну, именно от Кези. Нормально. Полная Кеза была людей. Представляете? Потом, когда Ладаном начали, ну, этот священник начал Ладаном в рот там промывать. Ну, как это сказать? Такой запах пошел. Я прям хотела нос закрыть. У меня и так, и так голова болела. Неудобно было нос закрывать. Там принимали, короче, копейки бросали. Что там еще было? А, еще. Мне самое интересное нравится вот на итальянских местах. Сейчас по Тиштильзер сделаю. Самое, что мне больше всего нравится на итальянских местах, это когда руки друг другу пожимают и говорят пачи. Это значит мир. Вот. В общем, похороны прошли хорошо. Ну, я уже там не осталась. Они там на улице остались, когда уже гроб в машину завезли. Там еще они стояли, все эти родственники. Ну, я самое главное уже все подписала там. Свои соболезнования. Тем более, я с ними все вещи еще увижусь вечером сегодня. Вот. А, еще сегодня утром говорили, что, когда у них дома мы были, что он сам пожелал, вот этот сеньор, что он сам пожелал, чтобы его кремировали. Представляете, он сам выбор такой сделал, чтобы его не в землю похоронили, а кремировали. Таким делам. Так что я сейчас полежу. Надеюсь, у меня немножко хоть голова пройдет. Таблетки вообще никакие не принимают. Я не знаю, что принимать. Ладно. Пока полежу. Может быть, посплю немножко. Я так еще намерзлась на улице после пьезы, как вышла. Так замерзла. Дождь вроде прекратился, но у меня сырость такая кошмарная. Сейчас отогреваюсь сегодня от дьявола. Ну что, у нас уже вечер. А Тамара со мной еще? Довольны мы обе, короче. Сейчас там дома оба сыновей. Я сейчас сначала погуляю с Тамарой, а потом пойдем... А, какой ветерок. Потом пойдем разговаривать. О чем там договоримся, не знаю. Еще посмотрим. Смотрите, какая у нас. Лужи, лужи, поля. Еще больше наполнились. Все мокрое, такое грязное. Даже Тамара кто не хочет гулять? Да, Тамара? Иди бегай. Я туда не пойду, потому что там грязь. Если я натрапчик. Я немного, кстати, полежала. Может быть, даже немножко прикорнула, заснула чуть-чуть. Но главное, согрелась, отогрелась. И у меня вроде как голова прошла немножко. Немножко только чувствую боль и все. Я вспомнила, как это называется. Это называется остеохондроз. Это называется остеохондроз. Ох, я с телефонов снимаю. Скорее всего, снова будут звуки меняться. Так, а вот я, видите, живая, живая. Слава Богу, более-менее живая. Я сегодня так страдала. Это просто был тихий ужас. Даже вот когда в церкви я была, там находилась, в церкви, когда было отпевание, я уже не могла. Я там стояла уже и так, и так, и так, и так, вот так, вот так, вот так. И уйти не хотелось, потому что хотелось до конца побыть, потому что действительно этот человек, я его хорошо знала давно, этот сеньор. Давно я его знала, и он действительно был очень хороший. Вот. Ну все. Ну самое главное, прошли эти похороны, все уже закончилось. Вот. И вы знаете, что интересно, что вот днем, когда я с Тамарой гуляла, она была более-менее такая нормальная, оживленная. А вот уже после похорон, вечером, вечером, вот я сейчас с ней гуляла, она такая тихая, тихая. Она даже толком в туалет не ходила. Все смотрела на меня вот так вот. Не бегала, не играла. Я с ней пыталась там разговаривать. Она все на меня смотрела там, ластилась, ластилась, ластилась. Я не знаю, то ли от того, что она понимает, что ее забирают, то ли от того, что она понимает, что действительно уже нет хозяина в доме. Потому что все это время, когда хозяин умер, он был в доме. Она, где-то, чувствовала, что он дома. Может, просто нельзя было ей заходить в ту комнату. Не знаю. Вот она чувствовала, что он дома, а тут после похорон его уже дома нет. И вот она, наверное, почувствовала что-то. Может, действительно, собаки чувствуют. И кошки чувствуют тоже свое, что-то свое. В общем, так вечером с ней погуляла, и сейчас вот пришли, пришла, там оба брата были дома, поговорили насчет, насчет работы, там, насчет, потому что та девушка украинка, она должна в отпуск на месяц уйти, вот, и они мне предложили, я говорю, я не могу, потому что я, у меня своя семья, я не свободный человек, у меня семья, и у меня и выходные нужны, и нужны Мы тоже хотим, где-то в конце июля, может быть, мы повезем свекра на юг в пулью, и потом мы хотим тоже сами куда-то смотать, в общем, в отпуск, в общем, я не могу Вот так вот, такая подработка, чтобы помогать кому-то, я могу прийти, там, пересадить сеньора, прийти таблетку дать, и все, я могу, и то, вот, когда я буду уезжать, мне нужна будет замена потом, чтобы помочь вот эти дела делать В общем, такие дела, ну, мило так поговорили с обоими братьями, смотрю, они нормально так, такие оживленные, улыбаются, все, разговаривают, в общем, все хорошо И я, слава богу, ожила уже, все, все у меня прошло, муж пришел, говорит, давайте, говорю, массаж вечером сделаю, ну, он, конечно, умеет делать Это, кстати, остеохондроз называется, вот это вот, червякали Кстати, я там на улице делала, снимала видео на телефон, но, скорее всего, у меня там не было слышно, потому что, ну, не было слышно нормально Потому что там голос коверкается, вот, когда я на улице снимаю на телефон Видеокамеры особо не брала, ну, ладненько Ладненько, мои хорошие, сейчас посмотрю прогноз погоды, надеюсь, завтра уже дождя не будет Завтра у меня будет в спортивном клубе энергичная гимнастика, на которую я хожу один раз в неделю Надо ее обязательно сделать и не пропустить Она тоже хорошо пот выделяет, такая ядреная конкретная Все, мои хорошие, до новых видео встреч, всего вам хорошего, до завтра, чао-чао